всем привет дорогие друзья добро пожаловать на мой канал цветовод сегодня приглашаю вас прогуляться по моему подоконнику буду доставать разные растения и показывать вам начну пожалуй с краешку хочу показать вам как зацветает моя бегоня инка night вот такие нежно-розовые у нее цветочки чуть-чуть засвечивает свет сейчас постараюсь вам показать и какие нарядные красивые у нее красно-черные листики у меня такой достаточно пышный кустик тут несколько розеточек посажены вместе и летом вот на самом солнце стоит на очень солнечном подоконнике тогда красиво окрашивается лист тогда вот цвет свой не теряет и вот тут еще бутончики далее покажу вам вот такой интересный суккулент и по-моему он собрался у меня зацветать вот такой колосочек растет это хавортия трунката у нее вот такие листики как мармеладки на концах она у меня уже очень выросла вширь и прямо пытаясь вышагнуть из горшочка вот тут корень пытается врасти в листок возможно надо вот этот листик удалить чтобы корешок нормально пошел в субстрат вот такая необычная хавортия видели такую друзья а вот это я зимой приобретала хавортию купера ну еще в начале зимы и она на солнце окрасилась у меня вот в такой коричневый оттенок вообще она зеленая и вот нарастила еще у меня тут кучу деток я ее поливала препаратом hb-101 и удобрением peters peters универсальным удобрением и вот такой вот результат дала прям там из пазух у нее что-то лезет в общем сходит с ума это хавортия я ее называю инопланетянкой у меня уже была такая хавортия но к сожалению я и залила и она сгнила и вот я повторно приобрела и теперь она у меня вот так куститься и окрашивается прям такие в коричневый цвет вот тут хойка у меня окута вариегата мне сейчас сложновато ее достать я чуть позже это сделаю хочу показать вам что у нее растет цветоносик у меня хое еще не цвели поэтому для меня это конечно же загадка как именно процветет вот это хое у нее очень красивый вариагатный лист и такой вот розовый стволик растет усик у нее тут вот такой усик и покрывается постепенно листочками вот тут не пойму возможно тоже будет цветонос закладывается в пазухах а друзья почти в каждой пазухе цветоносик я только на видео с вами обратила на это внимание да до чего интересно а это мой любимый сорт традисканции практически у каждого наверное в коллекции есть это традисканция потому что она достаточно быстро растущая сорт зебрина вот у нее такие серебристым отливом листики баклажановые прям они с изнанки вот такие вот бордово-сиреневые и она очень быстро укореняется вот посмотрите сколько корней она наращивает и очень быстро растет вообще неприхотливое растение поливая и все рядышком тут стоит вот такая пышная колотейка рози покупала ее вообще малюсенькой была в горшочке шестого диаметра малюсенькое голландское растение и вот так она у меня пышно обросла классно листики такие достаточно миниатюрные ну вот например если если сравнивать ее с колотей и сильвии вот по расцветке лист немного похож но усилили лист громадина а у рози вот такие миниатюрные листочки аккуратные круглые а это друзья сейчас вам покажу прям прикол фикус голден моник стоял у меня в достаточно широком поддоне и вот что произошло корень вылез из стакана уже уже настолько он требует пересадки и пророс просто в поддоне в поддоне было больше воды и он там себя абсолютно комфортно чувствовал срочно отставляю этот экземплярчик на пересадочку чтобы растение не мучилась у него уже достаточно толстенький от древесневший стволик и вообще сортовые листья у него вот такие с тем с темными прожил очками но на солнышке сильно загорает и листья становятся просто лимонными еще листья вот такие должны быть как немного волнистые но вот все-таки для этого сорта губительно солнце поэтому буду переставлять его на более теневую сторону далее хая потов колд но не захотела она у меня растить вот такие вот сортовые листья желтой прожил очкой а обычная вот как макрофила пошла макрофила потов голд полностью называется сорт и вот такой уж тоже вырастила наверное стоит срезать вот этот черенок где обычная макрофила чтобы она дала почку именно сортовую и пошла с более красивым таким необычным листиком это хойка хэушкельяна вариегата уже тоже срезала с нее череночки отправляла посылочки людям вот такая вот хоечка маленькие листочки супер вариегатностью классно растет но медленнее чем крупные хой ну по крупным просто быстрее это все заметно вот такие корешочки тоже стаканчики супер быстро корневая тоже не захватывает объем горшка ну мне это в принципе удобно не надо ее часто пересаживать далее покажу вам мою стефанию моё каудекс на и растение вот такой каудекс у нее как у картошки вот там растут молодые росты она наконец вспомнила что она ли она и во первых начала мне вот такие гигантские просто листья выдавать и начала вот идти в рост на просвет листочки жилистые и имеют такую красненькую окантовочку листики очень популярное растение оказалось в этом году и растение достаточно такое диковинное сложно его достать сложно его найти но я ее обожаю это прям любимица моей коллекции растений гибискус вот такой вариегатный по моему сорт тоже купера называется цветет такими розово-красными цветами вот такой шикарный черенок уже у меня хорошо укорененный вчера только пересаживала там вот море корней надо бы еще полить смотрю что влага не дошла до самого низа горшочка а гибискусы очень любят попить прям такие водохлёбы кстати у меня есть два еще таких же гибискуса на продажу кто хочет пишите под видео оставлю ссылку на мой инстаграм можете писать прямо туда ну либо свяжемся с вами по вайберу или еще как-то растет у меня вот такая супер вариегатная хедера мне ее листья напоминают колотей фьюжен white вот такие же расписные белые салатовые зеленые проблески в общем все-все-все в ней но я вам скажу это достаточно медленно растущая хедера у меня есть обыкновенная зеленая вот такая она очень быстро растет кстати рядышком вот цветет гипоцирта в народе назвать золотая рыбка новое ботаническое название нематантус вот такие оранжевые лаковые цветочки прям восковые и листики тоже у нее такие же восковые филадендрон розовая принцесса вот последний листик который он у меня дома развернул вот еще новенький он когда только разворачивается видите такого оранжево-коричневого цвета но со временем будет зеленеть вот так чернеть даже немного ну и вот розовые блики должны быть по листу пока еще не очень понятно но когда он наберет свой цвет будет невероятно красив вот такая хоя обоватого рига то сплэш но у нее листья друзья то сортовые то не сортовые но вот последний такой гигантский сортовой лист вылез я этому очень рада один листочек отсох возможно ей уже просто тут не хватает питания хотя корней вот через стаканчик не видно но возможно ей не нравится сам субстрат и следует все таки пересадить какую-то более питательную почву чтобы все таки растение хорошо росло потому что у меня была вот такая же проблема с отпаданием листьев у хои аустрали слизы и как только я ее пересадила в свежий субстрат эта проблема ушла листья отпадать перестали то есть все таки я считаю что необходим свежий грунт вот ходим иногда надо заменять грунт на свежий даже при наличии малого количества корешков это моя колотейка fusion white которую я сравнивала вот с хидерой по красоте листвы конечно она там кое-где портит листики это самый капризный сорт из колотей я бы сказала реагирует на все на нехватку полива на перелив на низкую влажность воздуха на внесение каких-то удобрений то есть все 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 у нее сразу сказывается на листьях если ей что-то не нравится к ней я подход так и не смогла найти чтобы прям у нее росли только исключительно идеальные листья это колотейка лансифолия у меня такая уже достаточно пышная красотка одна из моих самых первых вот такая изнанка листьев у нее баклажаново бордовая люблю ее вот наверное одна тоже из любимок вот таких которую мне никуда не хочется одевать а вот пусть она у меня растет в моей коллекции очень она меня радует вот такие листья тоже не могу сказать что супер идеальные листья но по-моему у колотей вырастить супер идеальный лист возможно только в супер идеальных условиях колотей а little princess друзья сегодня я обнаружила что она хочет зацвести вот это такой цветочек у нее у колотейки будет как такое что-то напоминать кукурузинку ну вот такое цветение у нее скорее всего будет салатового или белого цвета цветок я очень удивлена этот сорт еще не цвел моей коллекции хотя тоже у меня достаточно давно уже достаточно пышная ну вот такая диковинка покажу вам как цветет моя новенькая орхидей к вот приобрела себе новенькую в мою коллекцию орхидей орхидей у меня достаточно большая коллекция но у нас продавцы называют этот сорт фрости или мальвина вот два названия я встречала у разных продавцов этот сорт по-разному но многие мне пишут что ни одно из этих названий не соответствует сорт еще не имеет название друзья утверждать не могу точно у меня она пока фрости мне кажется это название для нее более подходящим и более простым в произношении еще растет у меня вот такая колотейка нетворк или мозаик с вот таким листиком шахматкой который рифленый по краюшку как бы загибается листик по своим краям тоже достаточно пышный кустик все это выращивалось малюсеньких деток с череночка с одной деленочки и переросло это вот такие пышные кустики это колотейка crimson растит новые трубочки разворачивает новые листики у нее лист розовый с практически черным кантом по краю тоже кое-где что-то портит кое-где какие-то пятнышки присутствуют но ей я хочу заменить субстратик у нее тут очень плотный субстрат около тем нужен более рыхлый более дышащий поэтому мне кажется она плоховато растет будем пересаживать и не могу вам не показать мою громадину колотею хелен кеннеди честь британского ботаника хелен кеннеди названа она лист просто огромен он с таким голубоватым благородным оттенком очень люблю этот сорт и рядом за ним тоже еще один мой любимчик это колотейка арбифолия с такими же потрясающие огромными листьями они как веера с вот такими прожилками прям хочется их трогать и трогать и на закусочку цветение моей орхидейки дарвин это вот так она цветет на дорощи нам цветоносики то есть полноценное цветение у нее уже было она дорастила цветонос и выдала еще четыре цветочка и это потрясающе друзья они достаточно крупного размера очень долго цветущий сорт вот любителям орхидей прям очень понравится всем рекомендую этот сорт выносливый с хорошим здоровьем и достаточно долго цветет всем спасибо за просмотр друзья благодарю за лайки за ваши позитивные комментарии всегда приятно читать всем пока